Веселые масленичные гуляния прошли в воскресенье по всему округу. Самые масштабные традиционно у кинотеатра «Искра». Праздник выпал на длинные выходные, но многим не сиделось дома. И несмотря на переменчивую погоду, видновчане пришли целыми семьями. Поздравляем наш город с великим праздником масленичных развлечений. Внимание большого количества зрителей привлек высокий деревянный столб, по которому пытались забраться смельчаки. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по русским ремеслам и старинным забавам. Ольга Григорьева пришла на мероприятие вместе с внуками. Участвовали в конкурсе на лучшую поделку из блинов. Очень радует, что много народу, столько участников, очень радует за людей. Приехали с удовольствием участвовать. У нас эта традиция, мы печем почти каждый день, я пеку. И мы, дети очень любят. На эту мастер-классницу, чтобы все были здоровы, были счастливы. И с них простили. Участники гуляний смогли вдоволь насладиться главным масленичным угощением. Всю масленицу пекла, мне жена блины. Было очень вкусно. А я думаю, все секреты начинки – добавить мясо, лук и самоусти блины. И любовь. Да, самое главное. Отведать ароматные и свежеиспеченные блинчики можно было и из рук главы Ленинского городского округа. Алексей Спасский рассказал и о своих предпочтениях. С изгущенным молоком, с медом, с каким-то там вареньем, например, с малиновым. Это очень даже вкусно, с удовольствием. В этом году еще и календарно так совпало практически день в день. Вы видите, какое настроение. Единственная погода, причем она теплая сегодня, да, но вот не хватает, наверное, яркого солнца. Но в любом случае весна – это ожидание обновления какого-то, чего-то нового, интересного, радостного, благополучного. Также весело встречали весну и провожали зиму в Расторгуевском парке. Это самый чудесный праздник – Масленица. Мне очень нравятся Масленица. Это блины и всякие увлекательные развлечения. Праздник там – прощаются с зимой и встречают весну. Отмечают блинами, плясками и вечерними гуляниями. Детей взрослых привлекали фотозоны, оформленные в русском стиле, и увлекательные мастер-классы. Я с праздником, я сделала вот такую вкусу. Мне понравились препятствия, которые здесь нужно проходить. А в усадьбе Тима Хвасаласкина ведущей праздничного мероприятия стала самая сильная женщина России Марина Броня. Праздник по традиции завершился сожжением чучела Масленицы.